Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки», ее ведущая Наталья Казынцева. Книга, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию, посвящена преподобному Гавриилу, исповеднику и юродивому, одному из крупнейших святых нашего времени. Он был наделен всевышним даром прозорливости, врачеванию духовных и телесных недугов. Отец Гавриил часто юродствовал, скрывая многочисленные дары Святого Духа, и любовью приводил людей к Богу. Он был мудрым пастырем, образцом кротости, смирения и милосердия. Почитание преподобного Гавриила растет не только в Грузии и России, но и во всем православном мире. Сам про себя старец Гавриил говорил «Я последний среди первых». И так называется эта книга, вышедшая в свет в издательстве Сретенского монастыря. В этой книге содержится множество новых, ранее неизвестных повествований, среди которых особое место занимают воспоминания старшей сестры святого, госпожи Эммы, и беседа с младшей сестрой отца Гавриила, госпожой Евгенией. Эти благочестивые женщины знакомят нас ближе с преподобным отцом, который как солнце высиял в наших сердцах. Он в XX веке в окружающем нас хаосе повседневной жизни подвязался, как аскет в пустыне, с крайним смирением неся среди мирян венец юродивого. Как отмечает митрополит Тадеас Иеромашвили, Господь избрал маленького от Гадердзи, впоследствии нареченного именем Архистратига Небесных Сил, Архангела Гавриила. Отец Гавриил с рождения, наделенный мудростью от Бога, иногда являлся нам юродивым ради Христа. Ему довелось подвязаться в суровое, страшное, безбожное время. Каждый вдох и выдох его, его существование, должно быть, охраняли невидимые силы. Тем из нас, говорит владыка Тадеас, кому посчастливилось знать отца Гавриила, кто помнит озаренного, просветленного божественной благодатью проповедника, доброго как спаситель, никогда его не забыть. Лично меня он не раз спасал и избавлял от напастей. Об этом ведают Бог и душа отца Гавриила, молитвы которого обладали огромной силой. В Евангелии сказано, «Аще не обратитесь, и будете, як от дети, не внедите в Царствие Небесное». По словам митрополита Тадеаса, великие святые, и не только они, но и все великие люди, всегда мечтали вернуть детство, тоскуя об утраченной божественной чистоте. Отец Гавриил был большим ребенком. Говоря о высокой чести, которой он сподобился, чувствуешь милость Божию, и понимаешь, что счастлив человек, рожденный с особой благодатью. Счастлив человек, чувствующий Божий дар, и сам счастлив, и все вокруг дарует радость. И сейчас у меня, говорит Владыка, стоит перед глазами его доброе лицо. Одному Богу известен его подвиг. Отец Гавриил был Божьим чудом, явленным в наш ужасный, суровый, мрачный и лишенный любви мир. А вот что вспоминает о своем брате Эмма Ургибадзе. Среди братьев и сестер, рассказывает она, «Я была самой старшей. Следующим был Мишико, а потом родился Васико. Его назвали Гадердзи. Мой брат Васико не был похож ни на кого. С детства от всех отличался. Его совершенно не интересовала игра со сверстниками. Единственное, что его занимало, было строительство церквей. Все время искал красивые камешки, а когда у него их набиралось в достаточном количестве, приступал к строительству. Работал с таким увлечением, что забывал о еде. Во дворе построил несколько церквей, украсил купола крестами, и даже колокола приделал к часовням. Это было его единственным развлечением. Больше его ничто не интересовало. Иной раз уединялся и сидел задумчиво. Любил одиночество. С детства был монахом. Бывало, вынесет красные лоскутья, прикрепит к длинным палкам, будто хоругви, и идет крестным ходом вокруг своих храмов. Соседи удивлялись, какой странный ребенок. И действительно, был странный, вспоминает сестра старца. Его не понимали ни в детстве, ни потом. С детства был благодатным, заступником всех взрослых и детей, живых и умерших. Даже самые незначительные дела делал с полной отдачей. «Надо стараться так, будто делаешь это для Бога, и все получится без изъяна», — говорил он. Множество страждущих приходило к нам. Гавриил видел все, их прошлое и будущее. Благодаря его молитве они обретали покой и шли обратно с надеждой. «Когда он сжег портрет Ленина, какие только мучения на него не обрушили. А мы, — говорит Эмма Ургибадзе, — как страдали, — страшно вспомнить. Когда мы узнали, что кто-то сжег портрет Ленина, подумали, бедный, наверное, его расстреляют. Откуда нам было знать, что это мой брат? Тогда он чудом остался жив. Он же с детства ходил под Богом. Господь оценил его верность. Он очень любил царя Николая II. Его портрет держал на видном месте. Я говорила ему, «Убери, брат, чтобы еще за это не посадили». А он сказал, «Ты не знаешь, каким он был великим человеком. Придет время, и его причислят к лику святых». Гавриил любил всех. Царь или раб, для него было едино. Невзирая на национальность и титулы, он всех любил. Главным для него был человек. Он говорил, «Моя родина Грузия и половина России». Как отмечает сестра преподобного Гавриила, она, живя рядом с ним, не знала, кем он был. Не понимали этого и многие другие окружающие его люди. Вспоминает протерей Гвитиса Шалякашвили. «Мы не понимали его и считали сумасшедшим. То обличит, то приголубит, а то шантеклерами обзовет. Я был водителем у святейшего, а также протодиаконом. Служил на литургиях патриарха в Сионе. Отец Гавриил тоже туда приходил. Часто вел себя очень странно. То шумел, а иной раз стоял так тихо, что мы удивлялись. Проповедовал о Христе всем входящим и выходящим. Когда он в последнее время заболел, наши прихожане навещали его, смотрели за ним. Тогда он лежал в башне Самтавро. Чувствовалось, что он очень хороший человек, правда, изображал сумасшедшего, но в действительности был мудрым. «Когда я задумываюсь сейчас о нем», говорит священник, понимая, что он нес огромное бремя любви и ее родства. И снова вернемся к воспоминаниям митрополита Тадеоза, который говорит, как много добра внес в жизни людей добрейший отец Гавриил. Он помнит только любовь, только улыбку и все то божественное, прекрасное и спасительное, чего так недостает современному миру. Что же касается последней поры земной жизни отца Гавриила, то своей благодатью он, по словам владыки Тадеоза, напоминает нам его недосягаемого ангела-хранителя, архангела Гавриила. 2 ноября 1995 года он отошел ко Господу, но, как говорит его старшая сестра Эмма, старец Гавриил по-прежнему с нами и помогает нам всем, ведь он любит весь мир. 25 декабря 2014 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить в месяцы слов имя преподобного Гавриила. Сегодня все больше книг, статей и фильмов появляется об этом необыкновенно в грузинском подвижнике. В их числе и книга «Последний среди первых». По словам издателей, она подготовлена не для того, чтобы поразить великими чудесами, а с целью помочь нам нести свой крест на пути, ведущим к Богу, чтобы с помощью повествований о житии Отца Гавриила и его проповедей осветить нашу жизнь, привнести в нее смирение, чтобы мы, воссоединившись с паствой нашего доброго пастыря Иисуса Христа, возрадовались и в этой жизни, и на небесах. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я с вами на этом прощаюсь и желаю, как всегда, интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин